Читаем вместе. Под таким названием прошла 12-я по счету акция «Библионочь». В этом году она совпала с Всероссийским днем библиотек. Главным событием этой «Библионочи» стал флешмоб, в котором приняли участие актеры, журналисты, музыканты, политики, другие общественные деятели и обычные люди. В год 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского его произведения звучали в онлайн-эфире. В Самаре эта акция прошла на базе библиотеки народов по Волжье. Видео флешмоба можно найти в сообществе этой библиотеки в социальных сетях. Акция «Библионочь» прошла во всех библиотеках Самары. В этот день посетители могли поучаствовать в мастер-классах, лекциях, экскурсиях, встретиться с писателями или прочесть для зрителей свои стихи. По традиции участниками «Библионочи» стали сотрудники Самарской публичной библиотеки. Акция стартовала с экскурсии по залам. Лола Лаврентьева, жительница города Базулук, рассказывает, в Самару с семьей приехали на выходные. В библиотеку зашли случайно во время прогулки по улицам города. Экскурсия произвела сильное впечатление. Мы просто в восторге. И вот такие бы вещи, конечно, чаще устраивать. Мощь старины, мощь вот с тех времен прикоснуться к этому. У меня вот сейчас, честно, даже мурашки идут по коже. Вот эта книга, которая настолько она старая, с тех времен, наш Ленин здесь ходил. Тут вообще это не передать ощущения. В этом году в Самарской публичной библиотеке представили не только экскурсионную программу. Мы придумали тоже новую игру, которая будет интересна для семей, для семейного посещения, для тех, кто хочет прийти в библиотеку с детьми. Это новая станционная игра, где мы отгадываем загадки, совершаем путешествия по всей библиотеке и в том числе знакомимся с какими-то различными предметами старины. То, что особо интересно, дети можно посмотреть, потрогать, посмотреть диафильм. Программа завершилась музыкально-литературным марафоном для ценителей поэзии. Галина Топильна, Константин Головин. События.